Глубоко уважаемые члены комиссии, коллеги, на сегодняшний день термин «лечебная косметика» не установлен в нормативных актах, но широко используется профессиональным сообществом. По типам аптечную косметику условно можно разделить на три основные группы – это селективная косметика, лечебная активная косметика и косметика масс-маркет. Ровно половина продаж в денежном выражении в 2019 году пришлась на лечебную косметику. Чуть больше 35% рынка принадлежит селективной косметике и около 15% косметики масс-маркет. Наибольший объем продаж на данный период продемонстрировал французский бренд для Roche-Posay. Ассортимент косметики бренда представлен 16 гаммами, которые включают уходовые и декоративные средства, предназначенные для удовлетворения потребностей разных типов кожи. Цель работы Оценка конкурентспособности косметических средств бренда для Roche-Posay на фармацевтическом рынке для оптимизации ассортимента средств исследуемой группы в аптечных организациях. Для достижения цели были поставлены следующие задачи – это охарактеризовать лечебную косметику бренда para Roche-Posay, выявить факторы, за счет которых формируется конкурентспособность бренда, и провести анализ конкурентспособности лечебно-косметических средств марки для Roche-Posay на фармацевтическом рынке. Исследование конкурентоспособности косметических средств марки La Roche-Posay было основано на анонимном анкетировании специалистов, работающих в различных аптечных организациях города Саратова. Анкетирование фармацевтических работников проводилось с октября 2020 года по март 2021 года. Для изучения мнений специалистов по вопросу конкурентоспособности косметических средств марки La Roche-Posay на фармацевтическом рынке была разработана анкета, состоящая из 13 вопросов. Полученные результаты были обработаны по стандартной методике. В опросе приняли участие 40 человек, из которых 97% составляют женщины. Возраст респондентов варьировал от 24 до 48 лет. Чуть меньше половины респондентов находятся в возрастной категории от 25 до 30 лет. 22,5% составляют лица от 31 года до 40 лет. Равное число респондентов находится в возрастной категории младше 25 и старше 40 лет, по 15%. По наличию образования распределение выглядит следующим образом. 67,5% респондентов имеют высшее фармацевтическое образование. 32,5% респондентов имеют среднее фармацевтическое образование. Нет квалификационной категории у 70% специалистов. Высшую категорию имеют 15% респондентов. Первую категорию 10%, вторую категорию 5% респондентов. На следующем этапе работы определяли компетентность каждого кандидата методом индивидуального опроса. При определении компетентности экспертов рассчитывали коэффициенты использования номенклатуры, сведомленности эксперта, квалификационного уровня эксперта, научного и квалификационного авторитета и компетентности эксперта. На основе общих коэффициентов компетентности экспертов получили, что 36 из 40 экспертов имеют удовлетворительный показатель общего коэффициента компетентности. Для дальнейшего исследования опрос проводился среди этих 36 экспертов, у которых коэффициент компетентности является удовлетворительным или выше. Для оценки конкурентоспособности косметических средств марки La Roche-Posay были выбраны следующие факторы. Это качество и безопасность используемых ингредиентов в составе, многообразие уходовых средств, престиж, известность торговой марки, присутствие декоративных косметических средств в линейке, программ сотрудничества с дерматологами, активность рекламы и других видов продвижения, удобство применения, характерная выкладка, цена и эстетичность упаковки. Для определения конкурентоспособности косметических средств марки La Roche-Posay на фармацевтическом рынке были выбраны три основных конкурирующих бренда лечебной косметики – Биодерма, Виши и Либридерм. Сначала экспертами были аранжированы факторы конкурентоспособности, затем полученные анкетные данные были обработаны и рассчитаны в среднем взвешенные веса факторов с учетом компетентности экспертов. Наиболее значимыми факторами для экспертов были качество и безопасность используемых ингредиентов в составе, многообразие уходовых средств для решения косметических проблем разных типов кожи, престиж, известность торговой марки, программа сотрудничества с дерматологами, удобство применения и цена. Присутствие декоративных косметических средств линейки, активность рекламы и других видов продвижения, характерная выкладка, эстетичность и привлекательность упаковки имели меньший вес и значимость для экспертов при проведении оценки конкурентоспособности выбранных брендов. Затем специалистам-экспертам предлагалось оценить объект исследования для сравнения его и конкурентов. Специалисты-эксперты проводили оценку каждого объекта по предложенной шкале. Полученные данные обработали и рассчитали средневзвешенную оценку. Далее рассчитали интегральные показатели по каждому фактору конкурентоспособности. Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что косметические средства марки La Roche-Posay являются наиболее конкурентоспособными по сравнению с другими брендами лечебной косметики. Бренд La Roche-Posay занял лидирующее положение по 8 факторам конкурентоспособности из 10 предложенных. Немного уступает La Roche-Posay марка Vichy. Основными преимуществами косметики Vichy являются высокая степень дифференциации косметических средств ассортимента по гамму и высокое знание бренда-потребителями. Промежуточное положение занимает бренд Bioderma. Наиболее низкую конкурентоспособность продемонстрировал бренд LibreDare, который является самым привлекательным по цене, но по другим показателям заметно уступает конкурентам. Разница в суммарных оценках между наиболее и наименее конкурентоспособными марками составляет всего 0,68 балла, что свидетельствует о высоком уровне конкуренции на рынке лечебной косметики. Выводы представлены на слайде и озвучены в ходе доклада. Благодарю за внимание.